СПОНСОРЫ ПРОГРАММЫ Вы действительно до сих пор являетесь и белорусским, и российским актером? Ну, как бы, да, но больше уже, наверное, все-таки российский. Вот уже я сколько, 7 лет живу сейчас в Москве. А, до этого я 15 лет живу в Белоруссии. Вот, ну, там все равно любят. Олег, меня подкупило одно ваше потрясающее качество. Вы единственный актер, который пришел вовремя на встречу. Это армейское прошлое для себя знает? Это, я когда работал в театре Самарском, Куйбышевском театре драмы, театр был замечательным, мощным, ну, потому что была дисциплина, потому что там была, если была зарплата 120 рублей, и 120 рублей была премия. Но если ты опоздал на минуту, пол премии лишают. Да? Вот так. На 2 минуты опоздал, премию все и тебе лишают. Ничего себе. Ну, было вот так вот жестко было, понимаете, вот, наверное, оттуда у меня тут вот научился вот этому. Эти привычки вы сохранили, приехав в Москву, а вот вас не раздражают другие актеры, которые их не имеют? Раздражают, к сожалению, вот, когда снимаешься съемки, там все всегда опаздывают. То есть говорят, как на съемки никогда не опоздаешь. Вот это плохо, конечно, когда вот это начинает дезорганизировать тебя. Олег, вы понимаете, вот, когда люди идут навстречу вам и улыбаются, кому они улыбаются? Человеку, Олегу Акуличу или вашим экранным образом, которых они видят, забавным? А мне кажется, и то, и то. И они поняли, что я, наверное, всякий-то не злой. Да. И то, и то, я думаю. И действительно улыбаются многие. И это мне приятно. Я знаю, что вчера у вас было выступление в ресторане, и вот очевидцы рассказывали мне, что, ну, это было просто феерично. Вы что-то только не делали, всем очень понравилось, как вы поете. А я знаю, что вы не только... Вы свои песни поете в том числе? У меня и свои есть, и не свои, да. Вы знаете, меня лично очень порадовало ваше участие в проекте «Слава Богу, ты пришел». Вот для вас он стал каким-то знаком, там очень много импровизаций, он такой неожиданный какой-то. Это действительно так? Это не только мое зрительское ощущение? Абсолютно. Два у меня было, да? Два «Слава Богу, ты пришел», одно было идея, а я оказался самогонщиком, а второй вот этот вот, который ходок. И действительно, ты же не знаешь, что тебя... Вот тебе что-то одели, и ты сам уже думаешь, что это тебе, для чего одели. И вот впихивает. То есть никакой подготовки абсолютно нет? Абсолютно никакой, никакой. Чистая импровизация. Но это очень интересно, мне это нравится. Вот такая импровизация. Ты от себя не ожидаешь, что ты можешь сделать, как ты можешь среагировать. Вот это интересно. Вот скажите, а в вашей работе, ну, та же работа в кино, в сериалах, в театре, она допускает импровизацию? Часто? Бывает. Или все-таки актеры пишут по-написанному? По-написанному, но бывают все-таки какие-то вещи, которые рождаются прям на площадке. И бывают они хорошие, и утверждает режиссер. Бывают, бывают. У меня всегда, я всегда что-нибудь такое придумываю. Ну, я помню, даже когда снимали на сериал «Ускоренная помощь», который был один из первых, такой большой. И я всегда придумываю, и мне и другие артисты говорят, ну, давай, сейчас придумаем, придумаем. Давай. Я говорю, ну, опять придумаем. Сценаристы на вас не ленились уже писать? Я буду должен, давай я только придумаю что-нибудь такое. Не ленились, как не ленились. Писали с удовольствием. Ну, зная, что вы все равно что-то придумываете. Да, 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 конечно. Я знаю, что вы в своей жизни человек очень музыкальный. То есть у вас как-то с детства музыка вошла в вашу жизнь, и с огромным удовольствием с вами идет по жизни, и в армии, и в той же, да. Вот сейчас есть место музыки в вашей жизни? Да, конечно, да, все время, постоянно, что-нибудь такое придумываешь. Сейчас хочу попробовать сделать песню про театр. Замечательная песня такая я сейчас хочу сделать. Можешь все здесь на пророке и даже спеть. Вот на что вам еще хочется переключиться из того, что вы сейчас не делаете, может, но хотите освоить? Чем хочется заняться? Вот, да, я не знаю, этого достаточно тоже много, чтобы вот это освоить, да, вот. И вообще есть люди, которые многие бьют в одну точку, может, тоже правильно, когда бьют в одну точку, то есть занимаются или, занимаются или, там, да, эстрадой, или кино, или театром, или, может быть, даже добиваются больше, мне от этого не знают. Но мне, опять же, нравится вот это, как Андрей Миронов, да, занимался, как Челентан. Он же и замечательно и поет, и в театре, и в кино, универсальность, универсальность. А можем мы представить себе вас в какой-то вот совсем неожиданной роли? Я не знаю, в драматической. Как-то все равно люди привыкли. Ну, вот, например, я снялся в одной из главных ролей, это будет фильм «Кто?». Когда он выйдет, я даже не знаю, где сыграл продюсера «Наркомана». Совсем не поведение, абсолютно трагическое. Олег, вот вы не слушаете ни в одном театре. Да. Вот вы когда-то приняли этот осознанный выбор, почему? Мне не хватало времени, когда я работал в театре, мне не хватало времени, мне надо было и сниматься. Вот я же говорю, как-то эстрадой занялся я тоже вот этим, да, и антрепризы, спектакли. Но сейчас вот как-то, я не знаю, что мне делать, сейчас у меня есть какие-то, может, театр пойти какой-то. То есть есть такие мысли? Ну, да, вот я сейчас думаю, размышляю об этом. А в какой театр вам ближе? Вот если бы пошли, да. А вообще один из самых моих любимых театров, на мой взгляд, мощный, это сатирикон, конечно. Какие вещи для вас знаковые, может быть, какие события в вашей жизни для вас стали знаковыми? Нет, таких, наверное, немало вещей таких, знаковых. Есть которые, которые как-то и не хочется говорить про них. Но они все равно повлияли. Да, повлияли. Повлияли, а если брать на профессию, то повлияли вот эти вот армейские магазины, где я прапочка делал, да, и опять же вот эта ускоренная помощь, юморные, вот эти вот комедийные. С одной стороны вроде хорошо, а с другой стороны многие режиссеры и продюсеры поставили штамп комедийный. И вот эта вот эстрада тоже повлияла не очень хорошо для театра и, опять же, кино. Ну, подождите, ну а если бы сейчас... Потому что они говорят, а, ну вот это эстрада, понимаешь, интересно. А сейчас вы неужели бы сделали что-то по-другому, не пошли по этому пути? Нет, я все равно, наверное, пошел, потому что мне это нравится. Мне это нравится, и я все сделал так же. А есть такая возможность, может быть, потом переехать в маленький город, закончить актерскую карьеру? Есть такой соблазн? Закончить актерскую карьеру, как вы заметили, все артисты до конца. Невозможно. Невозможно. Бывает, когда молодец и карьеру хочется, вот я сыграла, да ты. Получается, пока еще не совсем профессионально и не совсем органично, вот я заметил. И с годами, когда ты уже ты сам не очень себе нравишься, начинаешь не нравиться себе, у тебя получается точнее и все. Да вы что? Да. Но вы-то горите профессией? Наверное, да. Уже не так, чтобы, но уже так, знаешь, профессия, это профессия и все. Бывает иногда, у меня такого не было никогда раньше, что в этом я, ой, ну, я бы сейчас мог и не пойти на съемки, и не стал бы выступать, и тексты, поменьше текстов. Вот хорошо. Раньше было. А что так мало текста? Давайте, я придумаю, я придумаю, сделай же побольше этого. А сейчас нет, так, вот хорошо, да нормально. Вот, может, это страшно даже. Я не знаю. Остывать нельзя, в своей профессии нельзя остывать. А что вы делаете, чтобы не остывать? А вот что делаю, вот я говорю, вот эти занимаюсь тем и тем, и тем, то есть эстрадой и музыкой, то есть переключаюсь. Спасибо вам огромное, Олег. Очень жалко, что так мало побеседовали, но я хочу объяснить. Мне всегда почему-то кажется, что от меня хотят юмора, нет? Вы знаете, мы хотим жизни от вас, вот какой-то вот такой настоящести, а лично я вот это сегодня получила, и за это огромное спасибо. И вам спасибо. Я хочу вручить вам подарки сейчас, кратенько. Олег, наши партнеры, салон цветов Татьянин день, приготовили для вас такой замечательный, абсолютно мужской букет. Поэтому вы букеты привыкли, думаю, получать, вот этот вот вам, надеюсь, постоит. Спасибо. Еще есть у нас подарочек от нашего главного партнера, компании Билайн. Такая вот красивая, желто-полосатая термокружка, которая будет греть вас холодными вечерами. Замечательно. Слушай, все время приходишь, ты на съемки придешь. Да. Спасибо. На съемки опять стаканчики, значит, пластмассу. Кипяток заливаешь, говорит, это же гадость, мы пьем. Надо кружку термо. Все, теперь она у вас есть. Забирай. Спасибо. Спасибо большое. А вы смотрели программу «Культичности». Сегодня мы общались с актером Олегом Аковлевичем, который лично у меня оставил столько положительные эмоции. Надеюсь, и вы заразились его замечательным настроением. Смотрите нас и дальше. До скорой встречи. Ах, как много цветов в этом мире. И каждый прекрасен по-своему. Вот высший подвиг цветка. Салон цветов «Татьянин день». Улица Амурская, 229. Гостиница «Амурассо» предлагает свои услуги для гостей города Благовещенска. Уютные номера, кафе-бар. Для жильцов гостиницы бесплатная охраняемая автостоянка. Гостиница «Амурассо». Благовещенск, улица Чайковского, 1. Телефон 59-57-86. Современный человек вряд ли в состоянии представить себя без такой незаменимой вещи, как интернет. Что интересного для пользователей приготовил Билайн? Тарифный план «Легкий безлимит» позволяет пользоваться интернетом на максимальной скорости всего за 700 рублей в месяц. При покупке модема первый месяц безлимита от Билайн – подарок. Также есть предложения для планшетных компьютеров всего за 300 рублей в месяц. Спешите. Предложения доступны во всех офисах продаж. Уборка так утомляет, когда ты занимаешься ей в одиночку. Но с подругами дело пойдет веселей. Мои лучшие подруги для уборки – это русалочка и фрау Марта. Губки для посуды, салфетки для любых поверхностей, мешки для мусора. С ними уборка пролетит просто незаметно. Раз – и у доми все чисто. Русалочка и фрау Марта. Приобретайте в магазинах города.